Давайте начинать. Честно скажу, сегодня я посмотрел на то, что у меня попало в сегодняшние планы. Честно говоря, я ужаснулся. У меня ощущение, что туда попала примерно половина хорошего семистрового курса. Так что пристегнитесь и будьте внимательны. Я, конечно, попытаюсь притармаживать. И вы, если что, меня вопросами притармаживаете, но легкой прогулки сегодня не обещаю. Ну, поехали. Давайте я напомню, что у нас было в прошлый раз. Мы задались решеткой периодов гамма и по ней построили функцию Верштрасса. Поставили так. Взяли 1 на z квадрат и подсдвигали на все ненулевые векторы. Интересно, если это отключить, то не исчезнет. Да, это хорошо. Причем, чтобы ряд сошелся, нам пришлось регуляризовать. Кстати, а кто решил задачу, чтобы доказать, что эта функция действительно двояко-периодична? А кто решал, но не решил? Это хорошо. Значит, по крайней мере, все, кто пытались доказать, доказали. А на всякий случай, я повторю, как-то можно сделать один из способов. Продиференцировать. Константы, которыми мы здесь что-то дорабатывали, уйдут, получится железная двояко-периодическая функция. После этого нужно будет вернуться обратно, при интегрировании. Проблема, которая может возникнуть, что, когда мы функцию интегрируем, у нас может накопиться интеграл при сдвиге на один из векторов предполагаемого периода. Но производная функция нечетная. Поэтому от нее интеграл по периоду, это все равно, что интеграл по минус периоду. Она просто должна взаимоуничтожиться. Так, давайте я напомню, что мы дальше сделали. Дальше мы эту функцию разложили в ряд Лорана в окрестностях нуля. Ну, это мы уже делали на бегу, поэтому я повторю результат. Главный член, конечно, один на z квадрат. А потом мы при маленьких z подскладывали в ряд все, что стоит в скобках. Кстати, а кто вообще вот это разложение в ряд пытался писать? А написал? Хорошо. Значит, ну что, один на гамму квадрат за скобку. В скобках остается один поделить на один минус z гаммовых в квадрате. Разлагаем вариант как минус вторую степень. Получаем 2 на z гаммовых, 3 на z квадрат на гамма квадрат, 4 на z куб на гамма куб и так далее. Но нечетные степени исчезают, потому что вместе с каждым гаммой есть такой же минус гамма. Остаются четные. Значит, здесь будет 3 z квадрат на сумму 1 на гамма в четвертой. По всем гамма из гамма без нуля. Да, давайте я введу такое очень удобное обозначение. Я иногда у суммы буду писать штрих. Это означает, что я суммирую по всем, кроме нуля. То есть штрих – это такой короткий и быстрый способ обозначить, что переменной сумме вне запрещается принимать значение 0. Это просто обозначение. Чтобы мне каждый раз не выкидывать 0, выписывая целую кучу символов. А вот. Следующий член предиктуете? Сумма обратных шестых степеней. Штрихованная, разумеется. Ну и так далее. После этого мы взяли ряд для P-штрих, просто формально продифференцировав ряд для P. Минус 2 на Z куб, плюс 3Z на сумму 1 на гамма в четвертой, плюс 5Z в четвертой сумму 1 на гамма в шестой, плюс и так далее. Так? А на что? Вы уж скажите, что… Ну, производная Z в квадрате с утра была 2Z, а производная Z в четвертой с утра была 4Z в кубе. И здесь не Z в четвертой, а Z в кубе. Ребят, я буду делать ошибки. И проверять, вы уже совсем спите, или кто-то еще там пытается барахтаться и меня слушать. А вот. Считаю, что это не так. Так, я надеюсь, видно. Вот. Продифференцировали. После чего сказали, что мы сейчас эту функцию возведем в квадрат, получим четную функцию, после чего последовательно прибьем у нее все ее проблемы в нуле. Начинаться оно будет с 4 поделить на Z в шестой. Соответственно, вычтем 4 на P в кубе, у которого такая же проблема в нуле будет. Следующим членом будет произведение 2 на Z в кубе и 6Z. Соответственно, с чего здесь будет начинаться? Считайте. Ну, так... Ну, значит, считайте сейчас. Я надеюсь, что возвести в квадрат сумму двух чисел студенты летней школы современной математики способны. С чего будет начинаться вот написанная разность? Для начала, с чего будет начинаться P в квадрате? Значит, 4 на Z в шестой. Что дальше? Минус 24. Коэффициент Z в какой степени? На Z в квадрате. На сумму обратных четвертых степеней. Я ее обозначу через G4, а вот это через G6. Эти величины называются айды из Эйнштейна. И вот это... Иногда их пишут G4 и G6, иногда G2 и G3. В этой науке всегда вопрос в том, где писать двойку-тройку, где писать четверку-шестерку. Это исключительно вопрос вкуса. Вот. Минус 24 Z в квадрате уже G4. А какой будет следующий член? Минус 80 G6. Замечательно. Если я возьму P в кубе, то что будет? 1 на Z в кубе... 1 на Z в шестой, простите. Плюс 9 G4 на Z в квадрате. Плюс 15 G6. Просто. Без ничего. Плюс... Член уже начинает со второго порядка по Z. И так далее. Хорошо. Ну, извините, я очень надеюсь, что вычесть из вот этой строчки и учетверенную вот эту здесь присутствующие способны. Минус 24 минус 4х9. Минус 60. Значит, будет минус 60 G4P. Замечательно. Минус 80. И еще минус 4х15. Минус 140 G6. Все. И это точное равенство. Почему? Потому что если я сейчас снесу все в одну часть, я получу функцию, которая на тое C фактор по решетке не имеет ни одной особенности. Я ее прибил. Я ей прибил особенность в нуле полностью. Более того, у нее еще и значение в нуле 0. Значная константа равна нулю. Итак, мы получили следующую замечательную вещь. Мы получили дифференциальное уравнение для P-функции Веррештраса. P-штрих квадрат равно 4P в кубе минус G маленькое 2 P минус G маленькое 3, где G2 равно 60 G2 G3 G4 G3 равно 140 G6 Кстати, господа, позвольте себе высказать некоторое неудовольствие. Если вы посчитали и у вас разошелся ответ, ну что вам помешало меня поймать? Два дня было. Я вроде как не прячусь, и вроде как уж при математике-то точно не сильно страшно. Я вешаю издачки для того, чтобы вы их решали. Делайте это, пожалуйста. Если что-то не получается, то спросите. Вот. Итак, обратите внимание, что мы только что решили следующую забавную задачу. Из самой что ни на есть школьной классической механики. Вот если у вас на прямой есть потенциальное поле с квадратичным потенциалом, то как колеблется точка на пружинке относительно этого потенциала, вы знаете из школы. Просто с самой что ни на есть классический гармонический осциллятор. потому что закон Гука и все такое. А мы с вами только что поняли, что будет, если потенциал это кубическая функция. ну как? Выглядит как закон сохранения ноги. Мы просто выяснили, что если, значит, при определенной доработке напильником, который я сейчас делать просто не буду, а как и положено оставлю вам в качестве самостоятельного упражнения, функция P, это просто, если в нее подставить ось времени, скажет вам, как вы должны двигаться в таком поле, потому что закон сохранения энергии вам будет говорить, что кинетическая энергия плюс потенциальное равно константа, то есть скорость, ну и собственно, что здесь и написано. Функция Виаштраса, если вы на нее чуть-чуть посмотрите нужным образом, растянете, сдвинете, подставите, вам выдаст в точности решение этой задачи. Но, в частности, один из его периодов вы увидите, что оно здесь таки, да, периодически качается. Ну, скажем аккуратно, на самом деле... Не совсем так. Мы на самом деле... Честный ответ такой. Будут и такие решения, которые уходят на бесконечно-конечное время. Потому что у функции Виаштраса вполне себе есть пульс, в который можно впилиться. Причем, это он на комплексной плоскости, если говорить с комплектной точки зрения. Если бы все было совсем комплексным, то вещественная прямая в него бы впилиться не могла. Но, поскольку у нас все вещественное, у нас, если мы хотим иметь вещественное решение, это накладывает условия на то, на каких уровнях мы можем ходить и, собственно, какие решетки можем брать. Я не уточнил, о какой решетке идет речь. Это накладывает условия. И, собственно, в одном из двух случаев вы пройдете по... Вы будете спокойно периодически качаться, а в другом случае вы улетите на бесконечно-законечное время. Давайте я даже нарисую ответ, хотя вот прямо сейчас не поручусь, что не нужно изобрать ничего больше. Возьмите прямоугольную решетку и посмотрите на два возможных... Значит, вот точка 0. Вы можете расположить ос времени вот так, а можете вот так. И в том и в другом случае у вас все будет относительно этой оси симметрично, и в результате вы будете получать вещественные значения. Но вот в этом случае вы в 0 влетаете, а в этом спокойно колеблетесь. Видимо, я не хочу больше туда, больше идти в эту задачу. Я думаю, что я сказал достаточно, чтобы вы увидели, что функция вероистации здесь появляется. Вот. Еще одна чисто физическая задача, это уравнение... Точнее, исходно чисто физическая. Это уравнение какая-то Вега де Фрейза. Оно же уравнение тонкой воды. Опять-таки, я не буду долго это комментировать. Год назад об этом я рассказывал Иван Сечкоичеве. Может быть кто... Кстати, а кто из описывающих на его лекции был? Это какая-то другая лекция. Это про Вега де Куксин? Нет, это был Куксин. Ну, в общем, есть такое хорошее уравнение. И если вы попытаетесь задать его решение, которое движется как одно целое, вы тоже наткнетесь на эту же самую задачу движения в кубическом потенциале и тем самым опять-таки на функцию Верштресса. Хотя, казалось бы, ну вот-вот-вот-вот-вот-вот. Канал, борьжа, волна. Функция Верштресса. Вот. Так. Видимо, в этот момент я хочу напомнить еще об одной вещи, для которой мы функцию Верштресса использовали. Это мы ее использовали для того, чтобы перейти от интерпретации алгебрической в смысле чистой алгебры к алгебре геометрической в смысле уравнения на комплексные числа, так вот мы ее использовали для того, чтобы перейти между двумя интерпретациями слов и алгебрическая кривая. давайте я напомню, что у нас, что с одной стороны, я говорил, что алгебрическая кривая это фактор комплексной плоскости по решетке. и это вот такой вот торе. С другой стороны, многих из вас, наверное, учили, что алгебрическая кривая это то, что задается равнением у квадрат а равно многочлен третьей степени от х. И с вещественной точки зрения это выглядит, по крайней мере, один из двух способов, как к этому выглядеть, вот такой. Вот многочлен третьей степени, он здесь отрицателен. На самом деле, вот здесь вот у него корни. Естественно, что если я извлекаю корень, то касательность становится вертикальной. Причем я беру сразу оба варианта. И получается вот такая вот гладенькая кривая. После чего я хочу сказать следующее. Давайте осмотрим множество пар x, y, только уже не вещественных, а комплексных. Таких, что y квадрат равно p3 от x. И на самом деле я хочу добавить туда одну точку на бесконечности, которая соответствует вот этому вот направлению. Но это уже детали. Так вот, я хочу сказать, что я на самом деле опять увижу то. я опять увижу тот самый той, который c-фактор по гамме. И более того, что есть переход между одним и другим определением. Более того, мы это в прошлый раз, хотя искомптенно, но в конце проговорили. Кто это помнит? Понятно, половина. Давайте я повторю. Вот у меня есть функция Верерштрасса. Вот у меня есть ее производная. Так давайте рассмотрим такое отображение. Точка z эллиптической кривой, в смысле c-фактор по гамме, переходит в пару p от z, p штрих от z. Тогда мы всегда попадем в точку эллиптической кривой у квадрата равно 4х куб минус g2 на х минус g3. Ну и есть точка 0, которая уйдет на бесконечность, и причем по у гораздо быстрее, чем по х, потому что по у здесь z куб в знаменателе, а по х только z квадрат. И вот эта самая точка на бесконечности здесь и есть. Поэтому у меня есть отображение из эллиптической кривой в первом определении в эллиптическую кривую во втором. Более того, на самом деле, это изоморфизм. Это взаимно однозначное соответствие. Потому что во-первых, мы знаем, что функция Верештарса склеивает диаметрально противоположные точки и только их, потому что у нее степень как отображение равна двойке. Но их же расклеивает производная. Потому что производная это нечетная функция. Мы знаем, и поэтому мы знаем все точки, в которых производная равна нулю. Если я выкину ноль из эллиптической кривой, просто чтобы была честная численно-значенная функция, а не от выражения в сферу, и выкину, соответственно, бесконечную точку отсюда, производная это отображение из степени 3. Каковую степень мы можем посчитать через бесконечность? А все три точки, где оно обращается в ноль, мы уже знаем. Мы уже знаем, вот эта точка ноль, она уходит на бесконечность. Мы знаем все три точки, омега раз, омега два, омега три, где производная обращается в ноль. Значит, больше нигде нулевое значение производная принимать не может. Значит, любую другую точку производная склеит. В противоположных точках значения будут разные. Значит, при таком отображении точки не склеиваются. Ну, наверное, нужно еще что-нибудь попроверить, но я это просто не буду делать, а скажу, что, ну, в общем, все, все, что нужно проверить, проверяется. Здесь не остается, нет новых идей, которые нужно было бы держать в голове, как идеи. Вот. Хорошо. При этом, одна из вещей, которую я упомянул в прошлый раз, это что точки на еретической кривой можно складывать. Точки С-фактора по гамма вы можете складывать, складывая точки как комплексные числа. Для точек на еретической кривой в алгеброгеометрическом смысле этого слова есть такое правило. Бесконечную удаленную точку мы объявляем нулем этого сложения и для любой прямой говорим, что сумма трех точек на этой прямой равна нулю. После чего, чтобы сложить две точки А и Б, третья точка соответственно минус их сумма, проводим вертикальную прямую, которая тем самым проходит через бесконечно удаленную точку этого направления. и здесь находим сумму А плюс Б. После чего одно из стандартных упражнений, одна из стандартных задач, которые дают на алгеброгическом геометре, это доказать, что это действительно сложение, в том смысле, что множество точек такой вот рефтической кривой относительно этой операции таки да, образуют группу. Что это опять с ассоциативой. Так вот, на самом деле, вот это сложение, самое обычное сложение комплексных чисел, нашим отображением переводится в сложение в этом смысле. И, собственно, Лев Суханов мне вчера после лекции, два дня, позавчера после лекции рассказал, как это доказывается просто. Можно посмотреть на такую операцию. Возьмем прямую, пересечем ее эллиптическую кривую, она всегда пересекает, если считать скоротностями, по трем точкам. Давайте притащим эти три точки обратно на цифракторе программы и там сложим. Получим опять точку эллиптической кривой. После этого можно сказать два заклинания. Первое скажет, что мы получаем отображение из множества прямых в том проективном пространстве, где живет эта самая кривая в точке С-фактор по гамма. Так вот, во-первых, можно аккуратно проверить, если кому-то из вас знакомо слово односвязное множество, универсальное накрывающее, так вот, множество прямых в СП2, оно односвязно. поэтому можно отобразить не только сюда, но и на универсальную накрывающую, то есть в С. А аргумент 2 мы уже вчера применяли. У нас получается отображение в комплексные числа из чего-то комплексно хорошего и компактного. это константа. А раз константа проверяем на нуле, который 0 плюс 0 плюс 0, просто на этой самой бесконечной точке, значит, это выражение просто жественно равно нулю. Значит, любые три точки на одной прямой в этом смысле имеют нулевую сумму в этом. Значит, это одно и то же сложение. Ну вот, давайте я предложу вам на секундочку выдохнуть и скажу, что будет происходить в ближайшее время. Мы нашли функцию вирш-трассы и мы сейчас много куда ее применяем. Раз, два, сложение точек, сейчас применю к динамике. После этого восстановлю решетку по наоборот полиномиальному уравнению. Но что я хочу сказать, что происходит следующая деятельность. Мы набрели на красивый объект и после этого раскапываем его свойства. Мы сейчас занимаемся ровно этим. Мы пытаемся с одной стороны посмотрим, с другой. В частности, если вдруг что-то одно вам оказалось непонятно, не страшно, через какое-то время... не страшно, значит, подключитесь к следующей прогулке, в смысле, что к осмотру со следующей стороны. Очень не все, что я говорю сейчас, будет важно для дальнейшего. а то, что будет важно, я и повторю. Хорошо. Давайте я сделаю следующую вещь. Я совершенно забуду про всю эту картину. Через какой-то время не вернусь, но сейчас я про нее забуду. И применю функцию вешаться еще одним способом. Кому из вас приходилось сталкиваться с такими вещами, как множеством жуля, множеством фату и вообще комплексной динамикой? Значит, все остальные верьте мне на слово, что все, что я скажу, оно примерно так и есть. Я не буду совсем уж аккуратно всего отслеживать. есть у нас сфера, что такое вообще комплексная динамика? Что вообще такое динамика? Динамика на каком-то множестве, в нашем случае в его качестве будет выступать сфера Риммана, означает следующее. Мы задаем непрерывное отображение из этого множества в себя. И говорим, что это отображение это то, что происходит за одну секунду, после чего это отображение начинаем итерировать. Применяем, применяем, применяем. Собственно, ровно это происходит на курсе конкурирующих со мной Наташи Гончарук и Юрия Кудайшова. Поэтому, если кто обладает свойством одновременно присутствовать в двух местах, так он может посмотреть, что они сейчас как раз итерируют. Только они итерируют на окружность. А мы будем итерировать на сфере Риммана. Берем мы, скажем, многочлен или рациональную функцию, то есть отношение двух многочленов. И говорим, что вот начальная точка, вот ее образ, вот ее второй образ и пошло-поехало. После чего задаем естественные вопросы. А что будет, если итерировать долго-долго? Ну, например, если я буду долго-долго-долго итерировать отображение, переводящее точку Z в точку 2Z, то у меня все точки кроме нуля убегут на бесконечность. Например, если я буду долго-долго-долго итерировать отображение Z в Z пополам, то у меня все точки кроме бесконечности свалятся в ноль. Если я буду долго-долго-долго и тарировать отображение z переходит в z квадрат, кстати, может кто-нибудь мне скажет? Давайте подумаем, если я возведу в квадрат ноль, что я получу? Хорошо. А если я возведу в квадрат одну десятую? В квадрат. Сначала сотую. Нет, вообще, конечно, будет уменьшаться. Сначала сотая, потом тысячная. Так, еще не все спят. Одна десятитысячная, потому что я в квадрат возвожу, а не степень считаю. Ну, в общем, оно быстро-быстро-быстро увалится в ноль. Если я начну с двойки, что у меня будет? Два, четыре, шестнадцать, и улетит она на бесконечность. Поэтому у меня будет следующая картина. Есть ноль, и на него валится все, что близко. Есть бесконечность, и на нее улетает все, что к ней близко. Что? Правильно. Остается единичная окружность. А на единичной окружности происходит, ну, почти кость Наташи Гончарук, кажется, они все-таки удвоениями не занимаются. Они занимаются динамикой Денежуа, то есть там взаимно однозначно. Но, действительно, на единичной окружности происходит почти что кость Наташи с Юлей, а именно происходит динамика удвоения. Точка на единичной окружности, как я ее хочу задавать? Как ее проще всего задавать? Углом. Углом. Что происходит с углом при изудении в квадрат? Удваивается. Значит, Фи переходит в два Фи. Обратите внимание, что эта динамика хаотична. Если я хоть чуть-чуть ошибусь в определении начальной точки, то через большое время у меня на каждом шаге ошибка будет удваиваться. И, скажем, если я знаю начальную точку с конечной точностью, через очень небольшое число итераций я не буду знать вообще ничего. Предполагаемое область, где точка может быть, расположится на всю окружность. Это все типичное поведение в районе того, что называется множество Жуля. Есть, значит, теперь общее определение такое. Есть множество Жуля, для Фи с крышкой в себя, это почти определение. Множество Жуля – это множество хаотичной, множество хаоса, множество на котором динамика хаотична. Есть его дополнение, множество фату, множество, где динамика регулярна. Формально одно из самых простых определений такое – точка принадлежит множеству Жуля, если сколь угодно малое ее возмущение может привести к сильному исхождению орбит. То есть есть такая константа епсилон, что при сколь угодно малом возмущении через большое число итераций орбиты разойдутся хотя бы на епсилон. И одно из первых утверждений в теории голоморфной динамики стоит в том, что для любого полинома, для любого отображения хотя бы степени 2… Ну, понятно, что если взять тождественное, то у него множество фату будет всем. Так вот, для любого отображения, у которого степень хотя бы 2, множество Жуля не пусто. Значит, давайте я их обозначу канонически. G от F и F большой от F. Так вот, G от F не пусто, если степень F хотя бы 2. Давайте зададимся таким вопросом. А может ли быть наоборот? Может ли быть так, что множество фату пусто? Что динамика везде хаотична? А может ли быть так, что множество фату пусто? Пусто? Я пишу, что нет. Я пишу, что нет. Я пишу, что нет. Я пишу, что нет. Тише, тише, тише. Тише, тише. Замуку не будет. А вот. Так вот, мы сейчас этот пример явно постоим. Давайте для начала подумаем, может ли такой пример быть полиномом? Нет. Почему? Потому что, если у вас отображение полиномиальное, причем там хотя бы степень 2, то у вас большие числа за одну и треть становится очень большой. Поэтому бесконечность притягивает просто вот-вот-вот-вот-вот. Так что все, что близко подходит, так она захапывает и назад не отдает. Так что бесконечность и целая ее окрестность будут все в множестве фотонов. Там все туда свалится. Поэтому это будет именно честное рациональное отображение. В метрике сферы, а поскольку я говорю, что существует, а сфера штука компактная, то от конкретного выбора метрики не зависит. Метрика сферическая. В частности, между миллиардом и его квадратом расстояние очень-очень маленькое, потому что они оба на расстоянии одномиллиардное от бесконечности. Хорошо. Давайте я, пожалуй, вот эту часть сотру. Вот эту картинку. И мне оставшегося места хватит, чтобы построить пример. Значит, мы только что с вами обсудили, какой простейший пример хаотического отображения в вещественной размерности 1. Это удвоение окружности, фи в 2, фи. А если я хочу пример чего-нибудь хаотичного в комплексной размерности 1? О. Удвоение тора. Отображение z в 2z и стоя c-фактора по какому-нибудь гамма, неважно, по какому в себя. Контрольный вопрос. В какой степени это отображение? 4. Потому что 2 раза так наматывается и 2 раза так. 2 раза 2 – 4. Замечательно. Вот у нас это выражение «умножить на 2» и стоя в себя. Видит ли кто-нибудь, что теперь нужно сделать? Ну и что я там увижу? Нет. Смотрите. Вот тор. О. Истинно. Смотрите. Функция Вериш-Тараса. У нас мы видели еще одно ее лицо. Она реально просто склеивает противоположные точки z и минус z. Она берет, факторизует тор по отношению квадратности z и квадратную минус z. И это дело оказывается сферой. Вот у нас тор. Давайте его отфакторизуем. Получим сферу Риммана. Но отображение спустится на этот фактор, потому что эквивалентные точки z и минус z перейдут в эквивалентные 2z и минус 2z. Вот корректно определенное отображение в факторе. В какой степени, кстати? 2, 4, 8, 6. Давайте подумаем. Вот точка здесь. У нее… Точнее не так. Давайте вот точка здесь. 4. Потому что на самом деле и здесь степень 2, и здесь будет у нас отображение четвертой степени, причем оно хорошее с комплексной точки зрения. Ну, потому что мы его состоявили из хороших отображений. хорошее отображение сферы Риммана в себе – это только рациональное отображение. Это просто такая общая терема комплона, которую мы сейчас кидаем как гранату, просто чтобы сказать, что все, там чисто, можно идти дальше. Итак, мы нашли отображение степени 4, которое получилось таким спуском на факты. И понятно, что никуда этот хаос при факторизации не денется. Потому что если дальше итерировать… Итерировать f – это все равно, что один раз подняться на той, кучу раз поитерировать там удвоение и один раз спуститься обратно. Если на той есть хаос всего этого растягивающегося удвоения, то понятно, что никуда при такой слабой факторизации мы всего-то склеили z с минус z, никуда этот хаос не денется. Мы склеили всего-то пари точек. О! А как? Так, а этого уже не понимаю. Кажется, понял, что ты хочешь сказать. Сейчас… Секунду… А! Да, понимаю. Да, понимаю. Это красиво. Согласен, да. Ребят, так можно. Это… Это… Это действительно… В смысле? А не то, что оно удвоение и есть? Оно… Оно… Нет. Да. Но… Но… Но мы уже знаем, что… Но мы уже верим в то, что это та же самая группа. Значит, действительно, я, честно говоря, собирался пойти другим путем. Я собирался сказать, что ну… Ну, а что? Ну, давайте возьмем… Рациональное отображение известной нам степени задается достаточно длинным своим арядом Тейлора. Тейлора. Но нам ничего не мешает явно выписать, сколько нужно коэффициентов в бесконечности. У нас есть точка z равно 0, которая переходит в бесконечность. Мы можем в ней выписать функцию Верештарса, а изложить ее в ряд. После этого написать нужное композиционное частное, вернуться. И у нас получилось бы некоторое выражение. Это, пожалуй, как я сейчас думаю, не вполне идеальный вариант, потому что у нас могли бы повылазить сумма не только четвертых и шестых степеней. А то, что предлагает Лев, это более изящный выход. Можно сказать, что вот у нас точка на эллиптической коревой. Давайте-ка мы просто проведем к ней касательную, что и соответствует тому, что мы взяли точку минус 2c. Ну, и отсимметрием ее. Вот. После чего нужно вспомнить, что на самом деле мы работаем не с эллиптической коревой в таком смысле, а всего лишь с ее иксовой частью. Но все это там уже на уровне анализа первого курса. Не больше. Так. Хорошо. В общем, мы почти выполнили программу на сегодня. Нет, вру не выполнили. Мы выполнили половину программы на сегодня, а именно осмотр окрестности. Видимо, у нас из числа окружающих красот у нас значится еще одна. А именно теорема Рима Наруха – формула для подсчета орядов поверхностей. Я ее упомяну, но если вдруг какие-то слова вас испугают, то ничего страшного. Мы оттуда вернемся и после этого уже пойдем в нашем основном направлении. Итак, вот у меня была картина, что Тор двулистно накоевал сферу с четырьмя точками вертвления. А давайте я спрошу вот что. А допустим, у меня что-то двулистно накоевает сферу с четырьмя точками вертвления. Могу ли я легко понять, что это что-то Тор? Это уже вопрос на самом деле даже не комплексного анализа, а классической, самой обычной топологии. Ну, нет, точки ветвления, мне нужно именно ветвление. То есть… Да, понимаю, что ты хочешь сказать, нет, хочу все-таки связанное, это твоя правда. А вот, итак, сейчас, или не верю, нет, извини, не верю пока. У двух сфер или характеристика будет не та? Или ты мне сейчас скажешь, что у тебя четырехлистное накрытие? Нет, все правильно. Значит, смотрите, я хочу сказать, что если нечто двулистно накрывает сферу и при этом ветвится, честно ветвится в четырех точках, то это что-то Тор? И скажу это очень просто. Давайте я вырежу маленькие диски вокруг точек ветвления. И, соответственно, здесь тоже при взятии полного прообраза вырежутся именно диски сверху. Потому что отображение ветвится, значит, оно там устроено примерно как Z в Z в квадрат. Прообраз диска – диск. То, что остается, здесь двулистно накрывает то, что было здесь. Считаем эллировую характеристику. Была у нас сфера с эллировой характеристикой 2. Вырезали мы из нее четыре диска, осталось минус 2. То, что осталось здесь, честно двулистно накрывает то, что было здесь. Для честного накрытия эллировая характеристика просто умножается на число слоев. Итого минус 4. Осталось вклеить диски обратно, получится плюс 4. Эллировая характеристика – ноль. Эллировая характеристика – ноль, значит, Тор. Или бутылка клеена, но у меня все комплексное, а значит, ориентируемое. Вот. И это просто частный случай общей ситуации, которая называется словом формула Риммон-Руха, или теорема Риммон-Руха. И говорит очень простую вещь. Если вы знаете, что и как ветвиться, то вы знаете, что висит сверху, потому что вы знаете его эллировую характеристику. Сейчас, а я сказал Риммон-Руха? Да, Риммон-Руха. Ой, 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 нет, сори. Риммон-Руха – это… Да, извините. Нет, конечно, Риммон-Руха. Сори. Аааа. Вот. Нет, сори, во Риммон-Руха я, пожалуй, не пойду. А в модулярные формы пойду. В Риммон-Руха не пойду. Не покупаю. Вот. Хорошо. Ну, вот, собственно, у нас осталось, видимо, 20 минут, если я не обсчитался. А, нет. 15, да. У нас осталось 20 минут, и, собственно, мы сейчас займемся самым интересным. Точнее, прежде чем мы сможем перейти к разным модуляренным вещам, мне понадобится еще один. Даже скорее не вещь, а понимание. Вот скажите. Вот у меня есть отрезок. Во время отрезки есть функция. Все самое обычное вещественно-значное. Кто возьмется эту функцию проинтегрировать по отрезку? А функция какая? Гладкая. Функция хорошая. Хорошая функция. Возьмите и интегрируйте. Риммон возьмется. А вот если я напишу вот так. Есть ли желающие кинуть в меня камень? Так, раз, два, еще. На самом деле… Да. Саша? Да. Что я не так написал? О! Да и чего это должно быть? Дело в том… Нет. И не буду дописывать, потому что ровно это я и хотел показать. На самом деле, функцию по отрезку просто так интегрировать нельзя. А в следующем смысле. Очень не зря, когда читают анализ, всегда говорят, что пишите dx. Потому что вы, когда пишете интегральную сумму Риммона, у вас стоит сумма f от точки на x и плюс 1 минус x и т. Что это значит? Это значит, что если вы об отрезке думаете как о топологическом объекте, то что такая функция на нем вполне понятна. Это каждый элемент этого объекта, каждая точка, есть и поставлено значение функции. Все хорошо и честно. Но на один и тот же отрезок можно смотреть в разных системах координат. Или что же самое, через разные кривые зеркала. Одна и та же точка будет иметь одно и то же значение функции. Функция объекта – это то, что сопоставляет точки отрезка значения. Но здесь я в одной системе координат на отрезке, если я нарисую графики, я увижу вот такое, а в другой вот такое. Понятно, что максимумы-то, минимумы одни и те же. Но видеть я буду раз. Но понятно, что если я пробую просто посчитать интеграл, то вот эта часть приращения текущей координаты в одной и в другой системе, конечно, будет разной. Поэтому это, конечно, можно произнести так, что нельзя интегрировать функцию, не выбрав систему координат. Но гораздо предпочтительнее в этом говорить так, что интегрироваться не функция. Что то, что вы интегрируете, это не функция. А вот такой цельный объект f умножить на dx. Объект, который, на самом деле, по паре близких точек, я сейчас говорю не на том уровне строгости, который положен, но зато понятно. То, что по паре близких точек сопоставляет такое выражение f от точки на приращение. Можно это формулировать немножко по-разному. Можно, конечно, а разно всегда зафиксировать систему координат. Предпочтительнее, что говорить, что у вас действительно выбран такой объект, который одновременно существует согласованным образом во всех системах координат. То есть в каждой системе координат на отрезке вы можете написать, какая там будет функция. И оно будет, естественно, согласовано одно с другим. Так вот, интегреруем мы на самом деле не функцию, а вот такой вот объект, и он называется словом форма. В данном случае один форма. Это мне понадобится вот зачем. Я сейчас, видимо, захочу еще и научиться возвращаться обратно. Мы, видимо, сейчас завершаем наш цикл экскурсий. Так вот, нам понадобится вернуться обратно. Нам понадобится от эллиптической кривохи в алгебрическом виде суметь восстановить по ней ее решетку периодов. И сделаем мы это так. Когда мы говорим С-фактор по гамма, это дает эллиптическую кривую, но еще есть такая замечательная комплексная один форма. Дезет. Если у нас есть эллиптическая кривая вот в таком виде, на самом деле у нас на ней тоже есть некоторая естественная один форма. В алгебре геометрическом. А может ли кто-нибудь, только не лев, может ли кто-нибудь придумать эту форму? Правильно, но пока что это не ответ. Конечно, мы хотим, чтобы она оказалась той самой, которая приходит из строя. Но представьте себе, что у нас полиномиальное равнение есть, а решетки нет. Можем ли мы подобрать такую решетку, чтобы все было хорошо? Да, и этому есть сразу много объяснений. Но как бы нам так ее подобрать? Как бы нам хотя бы угадать ответ? Смотрите. Вот у нас есть функция Вериштерса. И х координата будет просто P от Z. Если у нас будет один форма, то в ней будет жить приращение текущих координат X и Y. Понятно, что локально можно обойтись только одной из букв X или Y, потому что это локальные координаты. Давайте попробуем обойтись с буквочкой DX. Как связаны DX и DZ? Приращение в локальной системе координат X и в локальной системе координат Z. DX – это просто приращение в данной системе координат. Соответственно, DX должно быть P от Z на DZ. Если я чуть-чуть сдвинул точку в Z координатах, то ее X координата сдвинулась настолько, насколько сдвинулась Z умножить на производную. Это, собственно, определение слова «производная». Но Y – это P штрих от Z. Кто видит, как нам вытащить теперь обратно исходную DZ, если мы работаем в координатах XY? Да, 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 да. Давайте возьмем такую форму – DX поделить на Y. То, что в этих координатах DX поделить на Y – это в точности то, что DZ в координатах эллиптической кривой. Теперь, как говорится, что такое решетка периодов в терминах… Да, сейчас обошлись. Во всех точках… Но не DY. Так вот, как определяется решетка? Очень просто. Вот у вас параллелограмм – фундаментальная область решетки гамма. Если вы проинтегрируете форму DZ по петле, а это, на самом деле, параллель или меридиан, получающегося после факторизации тора… Так вот, если вы проинтегрируете DZ по параллели и по меридиану, вы получите базис в вашей решетке периодов гамма. Вот ответ, откуда вытащить решетку периодов, исходя из эллиптической кривой. Нет, ну разумеется, он не возьмется. Он, разумеется, не возьмется. Он не может взяться никаким элементальным образом. Но, по крайней мере, и, собственно, иного было бы и не дано. Но, по крайней мере, у нас есть соответствие. Мы формульно знаем, какую конкретно взять решетку, чтобы из нее получилась именно эта эллиптическая кривая. Ну как, вот эта эллиптическая кривая выглядит она таким образом. А очень просто. Смотреть нужно просто не на вещественную картинку, а на комплексную. Вот есть комплексная плоскость в координате х. В ней есть два нуля у многочлена, третий ноль и бесконечность. Е1, Е2, Е3. Это проекция на ось х? Да, это проекция на ось х. Проводим два разреза. Над тем, что осталось, квадратный корень из p3 от х не ветвится. Потому что мы можем обойти только четное число проблемных точек сразу, и поэтому корень не может поменять знак. Значит, если мы провели эти два разреза, то оставшаяся поверхность – это просто два экземпляра того, что получилось. После разреза мы имеем сферу с двумя разрезами, то есть нечто вот такое. На самом деле, я пока что ответил на немножко другой вопрос. Я ответил на вопрос, как увидеть, что это то. Потому что вот эти два экземпляра, вот они по разрезам склеются друг с другом. Верхняя половина и нижняя. Если мы сейчас захотим понять, как написать интеграл, то мы должны у этого тоя взять параллель и взять меридиан. Поэтому из-за симметрии что-то, что-то другой интеграл можно разделять на две половинки. И если я ничего не путаю, одним будет просто интеграл по вот этому отрезку, который сольется в меридиан. Интеграл просто dx поделить на квадратный корень из p от x. Потому что dx поделить на y. Один интеграл по этому отрезку может быть с коэффициентом в двойка. А другой интеграл, соответственно, мы хотим пройти от этой же точки до бесконечности. Вроде нигде не наврал. Что у нас сейчас со временем? Со временем у нас еще восемь минут. Поэтому давайте я скажу, что будет в следующий раз. Значит, сегодня был такой экскурсионный день. Мы посмотрели кучу всего. Начиная со следующего дня, в смысле, со следующего занятия, мы займемся исследованием модулярных функций. То есть, если сейчас что-то из этого напугало или было непонятно, то это не страшно. Я просто кидал мосты во много разных сюжетов и объяснял, почему функция вершинства встречается здесь, здесь, здесь только что не в народном хозяйстве. Хотя, может, и в народном хозяйстве. В конце концов, какая-то века де форис. В частности, мы собираемся аккуратно поисследовать то, как же именно зависят от решетки G4 и G6. Окажется, что эти самые суммы четвертых и шестых обратных степеней, если мы просто начнем их аккуратненько исследовать, мы ничего умного делать не будем. Окажется, что они после некоторых преобразований нам естественным образом выдадут очень красивое свойство. Это свойство и называется модулярностью. В частности, некоторое очень похожее осуждение, и вот я его хотел провести сегодня, не успел, значит, проведу все этот час, выдаст нам функциональное уравнение на зета-функцию. Кстати, а кто с таким уравнением сталкивается? Я не уверен, не расскажет ли его Рома Федоров, но если нет, то я расскажу, почему и как связаны зета и гамма-функции. Мы просто явно выведем такое вот красивое соотношение, что π в степени s пополам кажется знаком минус. Дайте-ка я… нет… гамма от s пополам зета от s равно… а здесь тоже самое, только вместо s подставлено 1 минус s. Вот, что та самая знаменитая зета-функция удовлетворяет вот такому вот соотношению. Мы это увидим просто рядом с тем, что мы будем копать… рядом с основным путем, который мы будем копать. Ну, как увидим? Формально все, правда, кажется, половина выкладок, которые я буду проводить, будет незаконно, потому что все расходится, но мы на эти мелочи оба внимания обращать не будем. Вот. Ну вот, видимо, на сегодня даже и просто все. Я надеюсь, что я вас не сильно запугал. И я, пожалуй… во-первых, меня и по первому вывешенному листочку можно мучить, а во-вторых, я и второй вывешу. Вот. Ну, тогда, видимо, на сегодня все. АПЛОДИСМЕНТЫ